Приветствую вас, друзья мои! На фоне короткой виртуальной прогулки по Риму я хочу поблагодарить вас всех за добрые слова и поддержку. Мне приходит очень много сообщений от вас, где вы беспокоитесь, как мы себя чувствуем. Сейчас уже все хорошо, страшное позади. Теперь ждем контрольного теста, после чего сможем спокойно выйти на улицу. Казалось бы, вот она, свобода. Да вот только этот коронавирус опять накрыл весь мир. В Италии ввели комендантский час. Вся территория Италии разделена на три зоны риска в зависимости от уровня опасности. В регионах с высоким уровнем риска вводятся дополнительные ограничения. Передвижение только с сертификатом на работу и по медицинским показаниям. В остальных случаях покидать свой регион не рекомендуют. Также по всей Италии закрыты музеи до декабря. Старшие классы школ перевели на удаленное обучение. В Риме бары и рестораны работают до 18 часов, а в выходные дни почти все закрыто. Рим пустой. Я помню, весной многие задавали один и тот же вопрос, а у вас в окружении кто-нибудь заболел коронавирусом? Все очень подозрительно относились к тому, что происходило. В первой волне он обошел нас стороной, а вот вторая волна нас накрыла. И не только мы заболели. У нас есть родственники, которые тоже сейчас находятся на карантине. Вот теперь каждый день созваниваемся, общаемся, обсуждаем. Самое интересное, что накануне перед тем, как нам заболеть, у нас был запланирован воскресный обед с родственниками. Нас должно было быть 26 человек. Уже были закуплены продукты, наше меню состояло из римских блюд, тушеные хвосты, рубец по-римски. Но каждый день правительство вводило какие-то ограничения. И в субботу объявили, что собираться в доме более шести человек не рекомендуют. На семейном совете мы решили перенести наш воскресный обед до лучших времен. Я уже чувствовала себя неважно, а в понедельник у Тони поднялась температура. Мы позвонили семейному врачу, сейчас прием идет только по телефону, и нам сразу же дали направление на сдачу теста. Мы своим ходом на машине поехали сдавать тест. Тест оказался положительный. Как же хорошо, что мы все-таки отменили воскресный обед. А сейчас поговаривают, что в этом году не будет рождественских рынков и семейного рождественского праздника, на который мы опять же собирались за большим дружным столом. Несмотря на то, что на календаре ноябрь, в Риме стоит теплая солнечная погода. Молодежь ходит в коротких шортах, а я наблюдаю за этим с высоты третьего этажа. У одного окна я встречаю рассвет, просыпаюсь очень рано. У другого окна наблюдаю за закатом. Закаты сейчас волшебные. Многим сейчас приходится сидеть дома из-за карантина, но не стоит огорчаться. Давайте позаботимся о себе и своем здоровье, а также о здоровье наших близких. Кому немного не повезло, так как нам. И кто все же заболел, я желаю вам побольше сил и не падайте духом. В истории были эпидемии, куда страшнее этой. Тогда справились с ними и сейчас справимся. Будем надеяться только на лучшее. От всей души желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть никакой коронавирус не доберется ни до вас и ни до ваших близких. И до новых видео, друзья!